Всем привет! С вами обзоры от Mop.ua, а у микрофона я, Амортис. Поехали! Сегодня в нашем обзоре игра по вселенной, по которой уже успели снять несколько сериалов, три если быть точным, три фильма и даже один анимационный сериал. Звездные врата, конечно же. Правда, сразу же честно признаюсь, что я ни один из сериалов не смотрел, хотя меня упорно уговаривают это сделать. Рано или поздно я сдамся, но не сегодня. Немного о самой вселенной звездных врат. Сама эта хреновина, то есть врата, является устройством, предназначенным для перехода путем тоннельной телепортации из одной точки вселенной в другую. Звездные врата были найдены в 1928 году на плато Гиза в Египте. Долгое время никто не мог понять, что это за хрень и как она работает, но в 90-х годах их все-таки запустили. Ну и тут вам и инопланетяне, и другие люди в свое время, поселившиеся на других планетах, и новые друзья и враги. Игра наша сделана по сериалу Stargate SG-1, и собственно так и называется. Отнести игру к какому-то конкретному жанру трудновато, поэтому давай для удобства будем считать ее адвенчурой. По ходу прохождения она будет превращаться то в шутер, то в квест, то в бродилку, будут встречаться экшен-элементы и элементы RPG-игр, такие как участие в диалогах, например, где нужно выбирать, что же герой скажет дальше. Кстати о героях. Как и игровой процесс, герои будут меняться. Зачастую за одну главу тебе доведется побегать не одним и даже не двумя героями сериала. Кажется, я уже упоминал в своих обзорах одну из моих любимейших игр под названием Фаренгейт. Так вот, если кто не помнит или просто не играл, там тоже было чередование героев. И там, и здесь это офигенный ход, который позволяет взглянуть на какую-то конкретную ситуацию и на сюжет вообще с разных точек зрения и под разным углом. Сюжет, кстати, отличный, да и сама атмосфера и геймплей настолько затягивают, что от игры отвлекает только садящаяся время от времени батарейка. И игра явно не станет ни для кого эдакой легкой прогулкой или экскурсией в детский сад. Миссии реально довольно сложны. Квесты порой запарываются только так и проходятся только раза с пятого. Благодаря этому игра выглядит чуть длиннее, чем она есть на самом деле. И это хорошо. Ну, пожалуй, надо поговорить об управлении. Здесь, как ты, наверное, уже понял, двумя словами не обойдешься. Вариантов управления куча, и каждый поджанр игры управляется по-своему. Начнем с простого передвижения по локации. Свободное движение у нас осуществляется джойстиком, расположенным в левом нижнем углу экрана, а угол обзора меняется свайпами. На мой взгляд, камера немного бешеная, но вообще-то говорить о том, что это минус, не стоит. Это, скорее всего, просто у меня руки из задницы. Иногда приходится отстреливаться от врагов. В такие моменты игра превращается в тир. Наш герой садится за укрытие, и нужно высовываться из-за него, зажав кнопку, расположенную снизу. Оказавшись на линии огня, мы и сами получаем возможность стрелять. Стрельба происходит тапами по врагам. Забавно, в принципе. Также можно кидать гранаты, и для этого там есть специальная пиктограммка. Бывают еще моменты, когда тебе нужно точно прицелиться в какую-нибудь цель. Например, в огнетушитель, чтобы у него бомбануло, и огонь потух. В такие моменты целимся мы джойстиком, а стреляем тапом по кнопке стрельбы. Ну и квестовые моменты. Здесь у нас квик-тайм-ивенты. То есть на экране появляются всякие пиктограммы действий, которые ты должен вовремя повторять. Ммм, вовремя тапнуть, свайпнуть в нужную сторону и так далее. Подведем итог. Единственный несомненный минус игры – это отсутствие русского языка. Вряд ли абсолютно все знают английский достаточно, чтобы понять все диалоги и прочее. Кому-то могут не понравиться слишком длинные заставки, которых здесь много, но я никогда не был противником посмотреть немного кинца, играя в игру. Меня это абсолютно не напрягало и не напрягает, тем более, что тут кинцо интересное. Ну а кто не хочет смотреть, может скиднуть. Ну а плюсы – сюжет, атмосферность, смена жанров, неплохая графика и при том старательно проработанная. Видно, что люди старались, делая эту игру. Короче, сплошные плюсы, кроме языка. Да и весит она немного по нынешним стандартам – всего 620 мегабайт. Вот такие дела. Если тебе нравятся обзоры от Mob.ua, подписывайся на канал, впереди еще много интересного. С тобой были Николай Подгурский и Федор Амортис. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!